Но вернёмся к нашим делам. Поговорим о том, что прямо в эти минуты происходит в Подмосковье. Именно там зоозащитники требуют спасти животных от человека. Десятки кошек, собак жили в одной квартире с мужчиной, которые, как утверждают те же самые защитники животных, о них совершенно не заботился. Ирина Топоркова выслушала обе стороны. Ира, приветствую тебя. Как себя сейчас чувствуют животные? Что говорят люди? Здравствуй, Лёша. Ну, с животными всё нормально. Люди говорят, на самом деле, разные вещи. И в этой истории вообще нужно очень долго и тщательно разбираться. Вообще, изначально звонок поступил, жалоба на мужчину поступила от одной из зоозащитниц. Этому мужчине, по её словам, несколько месяцев предоставляли корма на животных. Но вот вместо того, чтобы кормить их, он эти корма якобы продавал. Но и вот якобы с её слов ей жаловались соседи, что он животных этих обижает. Но вот сам мужчина говорит, что это всё неправда, что животных никаких он не обижал, и что, наоборот, за всеми смотрел, и даже у него есть паспорта на животных. Вот, кстати, сами зоозащитники, вот и главный герой. Вот расскажите, пожалуйста, в каком состоянии вообще содержатся животные ваши? И вот на все претензии, что вам предъявляют, что вы можете ответить? Ну, что сказать. Да, условий здесь, конечно, нету. Те, которые должны были бы... Кстати, всего проживает 8 собак. Да, и щенок, которого я от энтерита вылечил. Вот. Они проживают здесь вместе со мной. У меня две комнаты, кухня. То есть как-то размещаться мы можем. Помощи мне ниоткуда никакой нету, абсолютно. Так называемые зоозащитники. Была поднята такая буча. Ах, поможем. Ах, там, то все. А фактически не было сделано ничего. Так говорят, вам корма давали, а вы их продавали. Вот. Не было ничего подобного. Скажите, если бы я продавал корма. Первый раз мне привезли корма. Я первый раз обратился за помощью. В феврале текущего года. Подождите, одну минутку я вас прерву. Да, пожалуйста. Вот полиция уже собралась уезжать, сюда вызвали. И полицию, скажите, имеет право человек такое количество собак удерживать в квартире? И что вообще дальше с мужчиной этим будете делать? Ну, мы сейчас разберемся. Ну, а вообще по закону можно 8 собак держать в квартире? Конечно, нельзя. Это неправильное содержание собак. Их надо выгуливать. Содержать правильным образом. Так мужчина говорит, выгуливает и кормит, и они такие упитанные у него. Ну, выгуливает так, что вот люди жалуются, что детей начинают кусать. У него собака набрасывается на детей. Никто не кусает, потому что я вывожу в такое время в 4 часа утра, когда никого нету. Ни детей, ни взрослых. Абсолютно. Люди держат по 20, по 30 собак. Голодных. Вы сейчас с этим разберемся. Разбирайтесь. Что дальше будете делать? Что вот теперь? У меня вызов другой, понимаете? Я не могу сейчас. Хорошо, но какая процедура дальше будет? Я не могу сказать. Процедура не обходила. Ну, вот пока что не знаю точного ответа на вопрос этот, что будут делать дальше. Потому что соседка, которая писала заявление, кстати, мужчина здесь проживает 11 лет. До этого соседи были недовольны, но никогда в полицию не жаловались. И то вот сейчас вызвали полицию, но потом написали заявление, что претензий не имеют. Хотят только, чтобы собак убрали, а мужчину не трогали. Кстати, в этой квартире он живет незаконно. Давайте пройдем все-таки, покажем нашим зрителям вообще собаки. В каком живут? Вы сказали, что я незаконно живу. В каком живут незаконно? Но у вас нет документов? Нет документов. Почему? Я прописан в Москве. У меня здесь был дом. Это вот дом 1, а у меня был дом 17. Он сгорел у меня. Там сгорело все абсолютно. То есть вам жилье не предоставили? Абсолютно. Никакого жилья. Вы вынуждены здесь жить? Я вынужден, потому что пока никакого жилья у меня нет. Давайте пройдем посмотрим наверх, чтобы не было претензий к собакам. Мы идем наверх, где, кстати, сам дом, где проживает мужчина, он двухэтажный. Это барак, ну где-то 30-х годов постройки, дом полностью деревянный. Он проживает на втором этаже. И вот вместе с нами идут зоозащитники, потому что невозможно самим пройти к собакам. Животные там есть довольно большие, всего 8 собак. И вот, как нам сказали, они могут наброситься. То есть я дальше даже проходить не буду. Вот оператор пройдет чуть дальше. Мужчина говорит, что гуляет с собаками каждый день. Вот такой, кстати, соседи жалуются в том числе и на вот такой шум. Говорят они, что ежедневно у меня сильно, по всей видимости, фекалиями. Но собаки, вот собаки в довольно хорошем состоянии, упитанные, кстати. До этого мужчина говорил, что... До этого мужчина говорил, что кормят их каждый... Простите, каждый день несколько раз в день. Они действительно очень большие и выглядят очень агрессивно. И поэтому пройти мне в них, пройти мне туда дальше сложно. И я, честно говоря, боюсь. Вот здесь миска с едой. Мужчина говорит, что кормит собак не только кормом, который ему предоставляли зоозащитники. Но и в том числе варит сам гречку. Варит сам гречку. Ну и несколько раз кормит собак. А соседка говорит, что даже вот все деньги, которые он получал, и пенсию, и от сына, он кормит. Вот они какими-то истощенными. Собаки ловит истощенными выглядят. То есть, видно, один выводок, потому что все похожи. Нет, один выводок только вот эти четверо. Почему? Потому что когда был приплод, вот кого я раздал, я раздал. Они были пока по шесть этих щенят. Эти те, которых мне забрали. Вот эти вот две пары. Между ними разница 8 месяцев. А можно мы паспорта покажем? Да, да, да. Пожалуйста, держите. Паспорта. Это вот... А чем кормите? Сухим кормом. Покупаю косточки. Варю каши. Вот, кстати, это я уже кормлю... Зворовых собак. Ну вот такая сложная история. Кто прав, кто виноват, будут, наверное, разбираться полицейские вместе с администрацией. Но, видите, вот такая двоякая ситуация. Звозащитники говорят, что животные все-таки выглядят нормально, но содержатся вроде как в ненадлежащих условиях. Хотя мужчина говорит, что с собаками каждый день гуляет. Нужно будет в этой ситуации разбираться, но, скорее всего, делать это будут полицейские. Леша. Да, странная ситуация, потому что соседи, конечно, тоже, безусловно, участвуют во всей этой истории. Безусловно, тот шум, который сдают собаке, да, они вполне, конечно, упит, но, тем не менее, шум и гамм, которые они создают, невероятный, наверное, дискомфорт добавляют тем соседям, которые проживают вместе с этим мужчиной в Подмосковье. Ирина Топоркова была на прямой связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова